Девушки отдыхают В этот день наши бабушки и дедушки наблюдали за погодными условиями и по ним определяли предстоящую погоду Дождь в этот день сулил хороший урожай пшеницы в следующем году А ежели стоит сухая и ветреная погода, то на большой урожай рассчитывать не стоит А еще наблюдали за лесными жителями да птицами Коль нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая А вот если в середине не обойдется без мороза А какая же погода ждет нас завтра, 27 октября? Сейчас я вам об этом поведаю В деревне Мятка Рославльского района Смоленской области опять дождь Столбик термометра становится на отметке плюс 15 Осень уже начинает потихоньку отступать и температура будет понижаться В селе Лимонники Красноармейского района Приморского края напасть прям какая-то Все льет и льет За окном плюс 3 Мой вам совет Если идти никуда не надо, оставайтесь дома Сварите любимую кашу и заправьте льняным маслом Так делали наши бабушки Вот кто с зимушкой еще не скоро встретится Так это жители села Чебрецы Орловского района Ростовской области Там воздух прогреется аж до 17 градусов Ну не чудо ли? Наслаждаться золотой осенью сельчане еще будут долго Везунчики Не меньше повезло жителям поселка Ромашки Паласовского района Волгоградской области Ртутный столбик там поднимется до 17 градусов Однако это один из последних теплых дней Потом придут осадки и температура будет снижаться А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие Пусть, несмотря на погоду В душе вашей всегда светит солнце А в доме царит теплота и любовь Как заповедал нам Господь Да хранит вас Бог Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»